Дима сказал очень классную такую фразу, он говорит, музыка не любит понтов И это очень сильно отозвалось во мне, я всегда тоже так считала Просто это люди, которые любят собак, сразу понятно, люди, которые любят собак, это лучшие люди Да, это лучшие, честные, добрые люди Едет локомотив, едет поезд, я вперед в него, мне надо быстрее всех Скорее даже я неравнодушная, а делаю ровно так же, как человек поступает по отношению ко мне То есть из зеркала Да, как правильно описать то, когда он не говорит, а делает Если у вас нет отношений, то посылай Я тебя поздравляю, это действительно мечта Я думаю, что ты, когда была еще маленькой девочкой, ты слушала и даже не могла представить себе, что так быстро в таком юном возрасте Представляла, но не думала, что это настолько реалистично Что это возможно так рано и так быстро Ну, можно сказать и так А как вообще случилось сотрудничество? Ведь с Димой, ну все, действительно все артисты мечтают заиметь фит, дуэт, какую-то совместную работу А вот получается далеко не у многих, только у единицы, у тебя получилось Дело в том, что когда я написала эту песню, секретно от двоих, я просто являюсь автором этого трека У меня изначально был голос Димы И мне казалось, что это дуэтная работа Но как напарника, как коллегу, так сказать, по цеху, по песне Я представляла почему-то Димин голос И, собственно, я ему предложила, скинула демку послушать Он подумал и сказал, давай, почему нет А долго думал? Пару дней Всего лишь? Так быстро? Да Вот так, от написания песни до дуэта с Димой Биланом Мы очень быстро как-то все это сделали Я поехала на студию, доделывала продакшн с ребятами Доделала второй куплет, расставляла правильно слова, чтобы это была разговорная такая форма И, честно, когда он сказал, что мне очень нравится, что ты как автор Для меня это было такое Ого Вот артист, на которого я смотрела в детстве и восхищалась Сейчас говорит, что ему еще нравится не только как я пою, но еще и как автор Слушай, я вот послушала эту песню И уже я могу делать ставки, будет ли клип на эту песню Мне кажется, на эту песню, ну, стопроцентно будет клип Думаешь, надо делать? Вот мы сейчас с Димой думаем, что это должно быть И я думаю, что в ближайшее время мы обязательно снимем клип И в ближайшее время он уже появится на просторах интернета и также на РУ-ТВ Естественно Пока что вот мы еще ищем Ищем ту самую идею, которая цепанет всех Цепанет сразу всех А давай прямо сейчас еще и послушаем кусочек Может быть, у зрителей какая-то идея придет, и они потом тебе вопросы зададут Возможно, мы пригласим сценариста Давайте послушаем, друзья, прямо сейчас отрывок новой песни Секрет на двоих танцую А я как обычно на экран смотрю Да-да, это новогодняя такая песня, прям зажигательная Мне кажется, супер Я как раз на дискошар одета Мне тоже нужен такой костюм, как у Люси, все Я тебе могу скинуть, Дима, можно взять? Давай, договорились Тема на РУ-ТВ Ребят, продолжается программная тема на телеканале РУ-ТВ Люся, мы с тобой обсудили повод, по которому мы собрались Сегодня Трек с Димой Биланом, новая работа, классная, драйвовая Скажи, пожалуйста, возникали ли, может быть, какие-то споры, какие-то разногласия? Я знаю, что об этом не принято говорить Но все же обычно это самый интересный этап Бывают ли какие-то притирки у артистов, которые до этого не писали совместные работы? Ты знаешь, Дима очень такой, он тонко душевный организаций человек Он очень чуткий, очень внимательный, очень душевный И, в принципе, с ним, мне кажется, я не знаю, как надо общаться, чтобы у нас были какие-то терки Ну, честно, я не представляю Я очень эмоциональный человек, но я как бы человек зеркала Вот когда ко мне хорошо, тогда я хорошо Дима очень добрый, поэтому у меня никогда не было каких-то с ним там терок, недопониманий У нас, естественно, творческий процесс, мы предлагаем, накидываем Я говорю, ну, что-то, может быть, поищем еще Вот как-то вот так Происходило вопрос, возник вопрос по поводу тональности Мы искали тональность Но, опять же, это не было каким-то таким вот, знаешь, спором Не было каких-то разборов Нет вот так, нет вот так Да, абсолютно, абсолютно человек про творчество Это человек про музыку Нет в нем никаких, знаешь, там, вот честно Когда ты смотришь на артиста Когда ты маленький там ребенок, да, или там подросток Который не читает о большой сцене Ты смотришь на таких уже мастодонтов, эстрады Больших артистов, которые уже там были на разных и мировых сценах в том числе Ты смотришь и думаешь Вот немножко страшно и напряжно ты боишься, что сейчас человек зайдет И будет там, да ты знаешь, кто я Знаешь, будут как-то общаться Но на удивление, вот сколько вот я встречаю людей На творчестве которых я выросла Но я никого не встречала, чтобы был какой-то там пренебрежительный эффект, знаешь, в твой адрес И плюс ко всему Дима сказал очень классную такую фразу Он говорит, музыка не любит понтов И это очень сильно отозвалось во мне Я всегда тоже так считала И это очень правильные слова Поэтому у нас не было никогда ни стычек, ни выяснений, ни разборок, ни перетягивания одеял Ну, очень такая вышла душевная судильная работа И вот я думаю, что съемки клипа будут такие же Может быть ты с какой-то новой стороны открыла Диму Ведь все-таки, когда ты узнаешь человека ближе, именно в процессе работы Наверняка какие-то факты возникают Может быть вы сблизились как-то, стали общаться после этого Безусловно, мы постоянно на связи, мы постоянно с ним общаемся Переписываемся по поводу песни Обмениваемся с какими-то идеями по поводу клипа Но так сказать, чтобы мы стали прям друзьями Ну, как это правильно объяснить? У меня тяжелый график, у него тяжелый график Это невозможно практически, наверное Да, в нашей сфере очень тяжело сдружиться Единственный человек, с кем я близко общаюсь из сферы Ты знаешь, это Юра Остальные все просто как знакомые Ну, знаешь, как приятели В очень теплых приятельских отношениях И, наверное, я бы хотела иметь такого друга, как Диму, в близких Потому что мне он показался Не показался, действительно, он является очень искренним Вот я это очень сильно ценю в людях Когда человек не скрывает свою эмоцию А показывает действительно такую, которую она есть И зачастую это добрая эмоция Я тебе больше скажу, ты тоже именно такая Искренняя и честная И за это я тебя обожаю и каждый раз радуюсь, когда ты приходишь к нам в студию Просто это люди, которые любят собак Сразу понятно, люди, которые любят собак, это лучшие люди Да, это лучшие, честные, добрые люди Прямой эфир программы «Тема» продолжается на телеканале «РУТВ» В гостях в нашей новогодней студии у нас Люсь Чеботина Ну, теперь хочу поговорить по поводу твоего декабря, января, новогодней ночи, например Там, ну, корпоративы какие-то Ну, очень много съемок Сейчас? Съемок, действительно, да, очень много Концерты тоже есть Но я все-таки, наверное, хочу провести Новый год с близкими Ты не будешь работать в новогоднюю ночь? Мне кажется, что я, скорее всего, если что-то, если где-то буду работать, то, мне кажется, сразу после этого я поеду праздновать с близкими Это не будет всю ночь работать, это будет именно как раз-таки как-то так вот, между делом Ну, подожди, как это между делом? Я знаю, что гонорары в новогоднюю ночь просто х3, х4 к обычной стоимости Ну, во-первых, всех денег не заработаешь, это во-первых Во-вторых, как встретишь Новый год, такой проведешь Я не хочу провести свой следующий год в усталости и в завале работы Хочу провести в кругу близких Работа навсегда будет Это правильно, я считаю, что нужно быть избирательной А еще я знаю, что в этом году у тебя случились важные события в жизни И вообще все чарты взорваны Судьбоносный твой год, когда ты, наконец-то, стала вот топ, прям топ из топов Какие личные итоги ты бы для себя подвела, может быть, что бы сказала себе, вот той девушке, которая вот назад была? Я бы сказала себе той, даже год назад, я бы сказала, не торопись, пожалуйста, не торопись никуда, все только впереди Почему? Потому что я вот торопышка, ну, знаешь, вот вечно едет локомотив, едет поезд, я вперед в него, мне надо быстрее всех Что я там как будто сейчас в последний вагон забегаю, там, знаешь, хватаюсь за какие-то вещи Я тогда, наверное, боялась, что время бежит быстро, а дел каких-то классных не успеваешь сделать столько, сколько хотелось бы И от этого зависит твой результат И боялась, что не выстрелил Все говорят, вроде бы талантливая А придет ли то самое признание когда-нибудь, неизвестно А мы, девчонки, мы не молодеем И ты боялась потерять время? Ты бежала за временем? Я сильно боялась потерять время, боялась, что я стану никому не нужной, не интересной Что у меня, да, вот были такие стереотипы Подожди, ты супермолодая еще, ты суперкрасивая Ну, это сейчас менялось время ТОП-22 артист Смотри, очень многие наши родители, наши бабушки, дедушки навязали то, что вот в это время ты должен закончить учебу Уже пора рожать В это время жениться, рожать, выходить замуж, там, быть, семья, дети Я понимаю, что я хочу построить карьеру вперед, до семьи Чтобы когда ты смогла уже быть в декрете, и ты вернулась, и тебя ждали Ты этого хочешь? Да, да, Гаррет Я тебя понимаю Чтобы моя музыка росла вместе со мной Чтобы мои слушатели рос вместе со мной Чтобы мои дети росли вместе с моими песнями Мне кажется, это очень круто, и в этом есть какое-то волшебство В этом есть какая-то магия И, наверное, это даже проще сделать карьеру до семьи, чем во время Или там уже когда детки подрастают Потому что я замечаю очень часто, как мамочки, наши коллеги по цеху разрываются А действительно они молодцы Когда у них и песни, и съемки, и концерты, и дети, и муж И это все так круто И я просто понимаю, что я хочу начать до чуть-чуть У тебя все будет так, как ты хочешь Я должна тебе задать следующий вопрос по поводу того Чувствуешь ли ты сейчас на себе эту ношу, этот груз популярности Чувствуешь ли ты сейчас себя полноценной, настоящей, большой звездой, большим артистом? Нет, я себя не чувствую большим артистом Я себя чувствую, возможно, в будущем большим артистом Который подошел к стартовой точке отправления К определенному этапу, да? Именно к старту Именно к старту, откуда и начинается большой творческий путь Не песни для себя и для своих подписчиков В маленькой своей цифре А в большей степени у тебя ответственность выросла Потому что у тебя больше слушателей появилось Если раньше твои слушатели, это твой узкий круг добрых людей Который прощает тебе все твои, скажем, оплошности То уже посторонний слушатель, который стал гостем и теперь твоим настоящим и ежедневным другом Он уже начинает так, типа, а тут вот не нравится, а тут вот это вот не подходит И очень критичны они, конечно А какие цели? Я знаю, что так не принято и обычно артисты не рассказывают Но вдруг ты поделишься хотя бы частью Какие цели ты поставила для себя на 2023 год? Ты знаешь, целей никогда не было И, в принципе, я не тот человек, который выписывает себе цели и мечты Все, что я хочу, оно у меня лежит вот тут и вот тут И мне это не надо куда-то записывать в блокнотик, чтобы каждый день на это смотреть Или там вешать карту желаний У меня была у сестры карта желаний Я туда повесила автомобиль мечты По моему гелик Да, и вот я его приобрела летом И я могу сказать, что это такие мечты, которые доставляют больше удовольствия В тот момент, когда ты их вешаешь на карту желаний, чем когда ты их осуществляешь Это не пережать словами Многие люди меня поймут Но я не испытывала такого эффекта вау, ежели от вот этих вот ощущений, когда ты об этом мечтал Я тебе желаю, чтобы ты, несмотря на огромную популярность и растущую популярность в каждом году, не переставала мечтать Спасибо большое Если ты это так любишь делать, пускай у тебя каждый день будет определенная мечта, которая тебя зажигает Тема Нару ТВ Как вы все знаете, за кадром мы с артистами обязательно общаемся и пытаемся узнать что-то интересное, что-то новое О чем еще ребята не рассказывали никому Так вот, Люся со мной поделилась важной информацией, которую она хотела бы донести и до вас в том числе По поводу спектакля Люся, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям Да, я сейчас приняла участие в спектакле шоу Снеговиков Который будет проходить в новом концертном зале Москва Это находится в прекрасном острове мечты Кто там еще не побывал, тоже обязательно сходите И моя роль равнодушного зеркала Зеркало? Да, автор Андрей Усачев И вот, наконец-то, его персонажи ожили Они вот в такой прекрасном творческом тандеме с Максимом Дунаевским создали эту всю историю И я исполнила песню равнодушного зеркала Ну, просто это я уже себе сказала равнодушно Потому что все вы увидите, придя на этот спектакль И обязательно возьмите с собой детей И обязательно заходите сами Потому что, на самом деле, такой он очень Не только для детей Взрослым там тоже будет очень много интересного А когда? С 24 декабря по 7 января Обязательно приходите Если ты хочешь, я тебя приглашаю Приду, приду Так что небольшой спойлер Зеркало потом станет добрым Ну, кстати, я вот знаю, что ты не согласилась бы на какую-то, знаешь, такую жестокую, злую роль Ну, это же роль Нет, все равно это не про тебя Я знаю, что ты честная Но я знаю, что ты когда-то бываешь и равнодушная Если равнодушие бывает в ответ к тебе Ну, да Скорее даже я неравнодушная А делаю ровно так же, как человек поступает по отношению ко мне Да Вот, собственно, я играю саму себя Я зеркало Прямой эфир программы «Тема» продолжается на телеканале РУ-ТВ Люсь, ну раз ты пришла к нам сегодня с таким классным поводом Дуэтная работа с Димой Биланом Я предлагаю тебе сейчас устроить такой ликбез Тебе нужно будет угадывать дуэтные работы разных артистов Тоже парень и девушка Но песни будут реверсом То есть перевернутые Я знаю Твоя задача угадать одного артиста, второго артиста Если скажешь название песни, либо напоешь, будет вообще класс Готова? Да Итак, первый трек прямо сейчас мы услышим с вами Но вряд ли узнаем Только если Люся у нее музыкальный слух Например Ты целуй меня, целуй Французский поцелуй, Миша, Марвин и Ханна Я даже не успела догадаться Поцелуй, ты целуй У меня целуй Так, браво, вот это да Теперь следующий Аня Лорак И мужчина И сейчас я просто пытаюсь понять, что именно она поет Ну предположение есть? Я думаю, что это «Не могу дышать» Это смотом Не могу дышать Но сердце знает, что хочу кричать Класс, Люся Идеальный слух, шикарный голос Давай следующий трек подключу Ана Асси и Джонни Последний трек, я не помню, как он называется Просто в курсе всех событий, всех новинов Как тебе этот трек, Стаси? Мелодично Я просто, я видишь, в последнее время больше люблю веселые песни Я очень раньше любила такие грустные, погрустные, сейчас мне хочется вот Я себя больше подбадриваю веселыми Ну, это правильно на самом деле Я тоже люблю больше веселые Сейчас будет веселая, следующая композиция Тоже девушка-блондинка И сексуальный бронет Мы с тобой за кадром обсуждали эту артистку Мы с тобой за кадром обсуждали эту артистку? Да, блондинка 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 И с ее клип был в эфире А, подожди, ну это получается Клава Кока И? И? Кто? Ну, в Дубае клип снимали Артур Пирожков, хочешь? Молодец Молодец А я даже сначала не поняла, там какой-то такой проблем, что я не слышала ни того, ни того голоса Так, давай послушаем еще одну композицию Давай Ну что ты так на меня смотришь? Это же секрет на двоих Да, это секрет на двоих Секрет на двоих Ну это я точно узнаю Мы еще раз поздравляем тебя с премьерой Спасибо большое Классная работа Мы ждем клип Ждем тебя уже здесь С клипой Но мы не прощаемся еще Мы скоро вернемся Ну что, Люсь, пришло время вопросов от зрителей И, естественно, я выбрала самые интересные Ребята, спасибо за вопросы Итак, ты готова отвечать? Да Какие качества ты больше всего ценишь в мужчинах? Или мужчине Мужественность Мужественность А щедрость Искренность Ну щедрость это такая очень история Это я не считаю за хорошим качеством Ммм Да, потому что мне кажется Я, например, щедрая Но я там могу раздавать направо-налево вещи Да, там дарить какие-то всякие штуки Но это же не является таким важным качеством Ну да, наверное Но я считаю, что для мужчины нет Он должен быть щедрым Есть еще вопрос Очень забавный от Анны А есть ли у Люси Чебосиной кто-нибудь из сердечка? Ну я так понимаю, что речь идет о любви? Есть Есть, да Кто-нибудь это кто? Это кто-нибудь Именно поэтому твои песни стали яркими, веселыми Потому что ты сейчас счастлива? Да Тебе хочется писать такую музыку? Да Я очень рада за тебя Еще есть вопрос от Матвея Как признаться в любви любимому человеку? Ведь это всегда наверняка страшно Если у вас нет отношений, то поцеловать Просто поцеловать и все? Да Ну, ты знаешь, если это сделает первый мужчина, наверное, это будет немного странно Тем не менее, у нас, Люся, для тебя есть подарок от испанского бренда Держи Тоуз Легендарный мишка в новом аромате Сильвер Спасибо Цветочные и цитрусовые ноты отражают зеркальный блеск металла Сияйте вместе с Тоуз эксклюзивной сети парфюмерии и косметики Рив Гош Люся, спасибо тебе большое за классный эфир Спасибо вам большое за подарки Поздравляем тебя еще раз с выходом трека, с исполнением еще одной твоей мечты Я желаю тебе мечтать, не останавливаться И, наверное, я бы хотела, чтобы ты наших зрителей как-то, знаешь, взбодрила, вдохновила Пожелаем что-нибудь Взбодрить и пожелать? Да Ну, это так двояко звучит Дорогие телезрители, дорогие наши любимые слушатели Хочу, во-первых, вас поздравить с наступающим Новым годом, который уже вот-вот скоро Желаю вам осуществления всех ваших мечт без преград Потому что мечты должны сбываться и приносить удовольствие А не то, чтобы вы кучу На кучу грабель наступили, а потом получили желаемое Чтобы все доставалось с легкостью и с непринужденностью У, какое хорошее пожелание! Друзья, мотайте на ус, пишите список желаний Сегодня с вами была Наталья Артемьева А в гостях у нас в программе тема была очаровательная, талантливая и мега-красивая Люся Чеботина Всем пока! Тема Нару-ТВ